Музыка Уважаемые товарищи, разрешите начать нашу традиционную, ежегодную научно-практическую конференцию, которые проводятся под эгидой Фонда рабочей академии, Невиномысского института экономики, управления и права и Федерации профсоюзов России. Мы не отступаем от своего правила каждую осень накануне событий, которые тоже имеют отношение к проводимой нами конференции, накануне заседания Российского комитета рабочих, семинара по профсоюзному рабочему движению, проводим эту конференцию, подчеркивая, что наша конференция действительно имеет не просто научный, но и практический характер. Она предшествует работе, где главным содержанием является того органа, который анализирует опыт борьбы, определяет перспективы борьбы, учится, думает о том, что надо сделать, чтобы улучшить положение рабочего класса и всех трудящихся, которые ему союзны. В этом году мы проводим конференцию по очень животрепещущей теме, которая звучит так. Пенсионная реформа и борьба профсоюзов за увеличение продолжительности жизни работников. Я думаю, что если называть самые события, которые затрагивали интересы большинства и вызвали большой общественный резонанс, то это как раз и есть пенсионная реформа. И это событие действительно затрагивает интересы трудящихся. И вот мы должны с вами сегодня разобраться, что же в сложившейся ситуации, в ситуации, когда за эту реформу уже проголосовали, его проштамповали, что нужно сделать, чтобы обеспечить развитие трудящихся, чтобы обеспечить их интересы и создать условия для движения вперед. Ну, замысел нашей конференции понятен, и к нам приехали как раз те люди, которые этим интересуются, которые, имея свою позицию по этому вопросу, я не сомневаюсь, что ее изложат. Как всегда, мы знаем, что наша конференция, она не кулуарный носит характер, она открыта. Она имеет открытый доступ не только для участников, тех, кто ходит по коридору. Мы и случайно дверь не закрыли. Нет. Благодаря тому, что деятельность нашей конференции освещает такие средства массовой информации, как Красное телевидение, как ТФРА, все интересующиеся этой проблемой могут ознакомиться с нашими докладами, с нашими наступлениями, и, я думаю, что сделать соответствующие выводы. Ну, и я еще раз напоминаю, что у нас не только в формате трансляции можно будет увидеть, видеотрансляции или видеозаписи, наши материалы будут опубликованы. И вы знаете, что как раз эту часть всегда обеспечивает, я надеюсь, сможет обеспечивать Невиномынский институт экономики, управления и права, его ректор, доктор экономических наук Олег Анатольевич Мазур здесь присутствует. И вы знаете, что эти сборники всегда выходили, и они образуют совершенно уникальную серию. В России такой второй серии нет, но я думаю, что и в мире такой второй серии нет, где получили бы возможность опубликоваться лучшие рабочие, самые активные рабочие участники нашего рабочего профсоюзного движения, вот с изложением своей позиции. Так что наша конференция имеет очень большое значение со всех точек зрения, и я думаю, что она будет так же плодотворной, как были плодотворны все предшествующие. Я уже начал представление нашего президента, да, но я представлюсь сам, доктор экономических наук, профессор, научный консультант Российского комитета рабочих Золотов Александр Владимирович. Значит, Олег Анатольевич Мазур, о котором я уже начал говорить, значит, помимо того, что он руководитель, имеется в виду ректор Ниномысского института экономики управления и права, он еще и так же научный консультант Российского комитета рабочих. И Денис Борисович Дегтярев, кандидат медицинских наук, научный консультант Российского комитета рабочих. Я думаю, ни у кого не звает удивление, почему вот занимается такой работой, я не думаю, почему такой специалист, такого профиля активно работает в рамках нашего, и нашей конференции, и Российского комитета рабочих. Мы с вами понимаем, вот сегодняшняя тема как раз, она очень тесно связана с профессиональной деятельностью Дениса Борисовича, он и в этом отношении профессионал, и профессионал в смысле участия в рабочем профсоюзном движении. Я хотел бы попросить всех присутствующих также представиться, чтобы был нормальный контакт, чтобы мы знали, кто будет выступать. Ну и вот установилась товарищеская рабочая атмосфера на нашей конференции. Может быть, мы с вас тогда начнем? Пожалуйста. Я член рабочей партии России, сама Гордеон Владимирович. А ваша специальность может знать, ваша профессия? Последние, скажем, с июля месяца я учусь на оператора в станках ЧПУ. Ну, практически. Установлюсь рабочим. Вот. Спасибо. Денис Борисович. Видел Андрей Анатольевич, город Королев, подмосковный. Рабочий. Оператор стволов ЧПУ. Горбушкин Сергей Александрович. Горде Нидеросталь, Московская область. Электромайтер. Сыноков, Константин Александрович. Нидеросталь, Нидеросталь. Нидеросталь. Я представляю здесь общественное объединение, клуб общественной поддержки научных инициатив. Нижний Новгород. Иван Горячев Петр Михайлович, тоже самый клуб поддержки научных инициатив. Корольков Евгений Александрович, СТС-Борсик, радиоэлектронная аппаратура и приборов в Санкт-Петербург. Спасибо большое. Ну и уважаемые наши представители, средства массовой информации тоже представьте, чтобы знали, кто вас, все открывающие знали, кто, собственно, ведет работу такой очень ответственной с массным делом. Да, здравствуйте. Диана Романова, журналист Клиру. Я Сергей Тюленев, я в настоящий момент безработный, но вот я занимаюсь видеоканалом фонда рабочей академии. Спасибо большое. Ну что ж, приступаем к реализации повестки нашей конференции. Я думаю, что докладчикам, а вот прямо скажу, что доклады готовили президент присутствующих, может побольше времени, по 20, ну и не будет возражений, там как пойдет. У нас есть два-два с половиной часа времени, я думаю, что обычно мы в этой вот ловлюсь. По традиции вы начинаете. А, хорошо. Выяснилось, что у нас традиционная конференция, выяснилось, что по традиции я и начинаю ее. Ну тогда теперь я буду строго следовать этой традиции. Я бы хотел, уважаемый товарищ, я бы хотел сделать доклад на тему сокращения рабочего времени как ключевой фактор увеличения продолжительности жизни работников. Значит, казалось бы, в этой теме не звучит проблема пенсионной реформы, но на самом деле, вот тема моего доклада с ней очень, с этой реформой тесно связана, что будет ясно из дальнейшего изложения. Значит, вот нынешняя пенсионная реформа, как мы узнали, с чем она связана? Она связана с тем, что работникам России увеличивают продолжительность трудового стажа, который необходим для получения пенсии. То есть, было принято так, такого рода своеобразного экономическое принуждение, что, уважаемые граждане России, вы должны больше работать, можете не работать. Как у нас вообще можно работать с любого момента, начиная? Почему надо ждать 60 лет, 65 лет? Да вы хоть вот родились и можете больше никогда не работать. То есть, ведь у нас понимается и так свобода труда, что никто не вправе заставить человека работать. Поэтому, в чем же проблема? Ну, конечно, мы можем не работать, никогда не работать. Но только вопрос в том, что, а можно ли обеспечить свою жизнь в этих условиях? Ну и понятно, что для огромного большинства трудящихся, которые не располагают унаследованием капиталами, такими-то, может быть, там, талантами, которые позволяют в 5-10 лет заработать огромные деньги, а потом ходить и пинать прохожих, да, вот то, в чем мы, так сказать, то, что мы видели, что сейчас привлекает внимание. Те люди должны трудиться всю свою трудоспособную жизнь с тем, чтобы обеспечить себе, по мере утрат трудоспособности, обеспечить себе возможность отдавать на социальную гарантию. И современные государства, практически все современные государства, такую социальную гарантию представляют в виде пенсии, да, такого обеспечения, который позволяет людям жить на работе после выполнения нормы труда на протяжении жизни. Значит, так вот, повышение пенсионного возраста означает, что такую норму повысили, и теперь люди хотят, если хотят они жить, то они уже обязаны работать. Вот почему я говорю, что это своего рода экономическое принуждение к труду. Оно по отношению к новым работникам проявляется в каждый момент их трудовой жизни, но здесь вот связано с тем, что их заставляют работать больше, чем работали предшествующие поколения, работникам. Чем это мотивирует? Ну, мы знаем, что это мотивирует, прежде всего, тем, что не хватает средств. Ну, а главный мотив все-таки такой, что мы не должны отставать от экономически развитых стран, в которых этот возраст значительно выше. Да, и наблюдаются некоторые тенденции к увеличению возраста выхода на пенсию. Да, это действительно наблюдается в развитых странах, но я хочу сказать, что если все-таки вести речь о пенсионном возрасте, да, и о динамике этого пенсионного возраста, то мы должны ясно представлять, что это верхняя граница, значит, трудовой жизни, есть нижняя граница, значит, нижняя граница трудовой жизни закономерно повышается, я имею в виду возраст вступления в трудовую жизнь. Это связано с тем, что люди, современные люди, люди современного общества больше учатся, и вот недавно совсем, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев вдруг признал, что высшее образование стало социальной нормой. То есть пытались всячески отградить, запретить, разделить, кому-то дозволить, ну, кому, обеспеченным, из обеспеченных классов, значит, а людей попроще, сказать, не дать им возможность, ну, вот, боролись, боролись, и поняли, что в этом отношении уже бороться, ну, никак нельзя. Тем более, что это немного стоит государству, потому что количество бюджетных мест не возрастает. А если хотите учиться, ну, пожалуйста, свои копейки выкладывайте, пусть люди учатся. Но, тем не менее, результат такой, что люди вступают в трудовую жизнь позднее, да, а вот что касается, и эта тенденция наблюдалась на протяжении всего 20 века, и сейчас наблюдается. Что же касается возраста выхода на пенсию, то есть выхода из экономической трудовой активности, то тенденция была в течение 20 века вполне определенной. Эта тенденция состояла в том, что люди работали все меньшее количество лет. И это было не случайно. Мы знаем, что возможность и объективная, так сказать, предпосылка для сокращения продолжительности любого периода рабочего времени, в том числе и периода, который охватывает трудовую жизнь, связана с повышением производительности труда. И это повышение производительности труда в 20 веке отчет наблюдалось, происходило, и создавало основу для того, чтобы люди работали меньшее каждый период. И день, и неделю, и месяц, и год, и, в конце концов, меньшее количество лет. И это отмечалось еще сравнительно давно, несколько десятилетий назад, таким, скажем, экономистом известным, Василием Леонтьевым, который говорил, что повышение производительности труда дает возможность американскому народу повышать свое благосостояние, в том числе работая меньше лет. То есть, мы можем отметить, что для 20 века была характерна такая тенденция, что встречное движение. Немножко повышался возраст выхода на рынок труда, если говорить о каплистических странах или вступлениях в трудовую жизнь полноценную, и в то же время понижалась планка пенсионного возраста. И тем самым, значит, люди работали меньше, тем самым они имели больше возможностей для того, чтобы и подготовиться к вступлению в трудовую жизнь, и после выхода из нее, с тем, чтобы, сохраняя здоровье на заслуженном отдыхе, значит, тоже жить полноценной жизнью, с учетом, конечно, физических возможностей, так сказать, и вести здоровье в жизни на протяжении достаточно продолжительного времени, измеряемого уже несколькими десятилетиями. То есть, мы видим, что вот такой тенденции закономерной к повышению пенсионного возраста на протяжении 20 века не было. До самых последних десятилетий количество лет, которые отрабатывали в экономически развитых странах люди, это количество сокращалось в связи с повышением производительности труда. И это имело позитивный характер, я уже объяснил, что это положительно влияло на и продолжительность жизни тоже, и не случайно, мы можем поставить это в связь, и такие исследования есть, что чем они меньше работали люди, при повышении производительности труда, тем больше количество материальных благ, тем более развита была система здравоохранения, система физкультуры, искусства, все, что пробуждает интерес жизни, поддерживает интерес жизни, и тем самым это ввело к увеличению продолжительности жизни людей, прежде всего работников. Значит, мы говорим об одном периоде трудовой активности, о возрасте, о трудовом стаже в целом. Мы уже неоднократно подчеркивали, что, конечно, надо более пристальное рассмотрение показывать, что этот период должен рассматриваться через признак того, сколько часов за это время отработано. Ну так вот, в 20 веке доминировала тенденция к сокращению и рабочего дня, и рабочей недели, и количество часов, отработанных за год, и это было связано с увеличением количества времени оплачиваемых отпусков. И вот дополнительно еще это было связано с тем, что сокращалось количество лет, которые люди должны были отрабатывать. Причем, я должен сказать, что вот если говорить о европейских странах, то там официальный возраст выхода на пенсию мог и не очень быть подвижным. Да, он мог не меняться десятилетиями, быть достаточно высоким, но там была такая практика, которая называлась ранний выход на пенсию. И это не значит, что вышли на пенсию, и, так сказать, доходов нет, и вас просто выкинули. Нет, само государство поддерживало, стимулировало и поощряло, в том числе и материально, чтобы люди материально не теряли ранний выход на пенсию. То есть, вот с чем связано расхождение между государством, установленной планкой, и эффективным возрастом выхода на пенсию. То есть, фактически, средний возраст и выход на пенсию, который, как правило, был ниже установленного государства. Что касается России. В России наблюдалась похожая картина. Значит, когда вводили вот эту практику, выход на пенсию для городских рабочих, вот это спасибо Дмитрию Анатольевичу, без него, конечно, вы, конечно, не знали, что в 30-е годы семилетка, и после семилетки уже люди могли начинать работать, то есть, 14-15 лет, да. Ну, и тогда получалось, что если они работали, начиная с такого момента, то при установленном возрасте в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, они отрабатывали 40 лишних лет. Но это было в 30-е годы. А уже, мы знаем, в 70-е годы было введено всеобщее среднее образование, и поэтому уж в 14 лет, уж никто, конечно, не начинал работать. И уж по кодексу мы знали, что самые ранние там 15, да, а то и 16, и то это, чтобы не мешало учебе, так сказать, регламентированное количество часов и так далее, и тому подобное. То есть, на самом деле, возраст вступления в трудовую жизнь, полноценную, полновесную жизнь, конечно, сократился. А поскольку план комиссионного острова была зафиксирована, то количество лет трудового стажа уменьшилось. Вот что было характерно для Советского Союза, если уж об этом говорить. Значит, то есть, в этом смысле мы тоже были в рамках этой общей мировой тенденции, да, тем более, что в Советском Союзе, здесь уже говорить об этом и напоминать, еще раз говорю, что ни в одной стране законодательно 7-часовой рабочий день не был введен в конце 20-х годов, да и вообще на протяжении всей жизни, так сказать, он и сейчас-то нигде не введен, законодательно, я подчеркиваю, по коллективным наговорам, да, это возможно, но ни одно государство буржуазное не принимало на себя такое обязательство, потому что введение такого, так сказать, рубежа означало дальше всю эту историю со сверхурочными, с оплатой отпусков, там, и с пенсией, и так далее, и так далее. Значит, мы знаем, что после войны произошло восстановление 7-часового рабочего дня, поэтому по количеству отработанного времени в год до рубежа 70-х годов советские трудящиеся находились, так сказать, на передовых рубежах, имея в виду, что работали не больше, чем трудящиеся в других экономически развитых странах. От этого, с этим было связано и увеличение продолжительности жизни, и, как мы знаем, на рубеже 60-х годов по продолжительности жизни наша страна не отставала и не уступала экономически развитым странам другим, поэтому все было понятно, что, значит, работа была, во-первых, ограничена по времени, во-вторых, значит, была система, которая обеспечила безопасные условия труда, этот вопрос не трогаю, здесь присутствуют специалисты, которые об этом подробнее скажут. Вот это и повело к увеличению продолжительности жизни. Значит, поэтому можем сказать, что как это давалось в европейских странах, сокращение рабочего дня и сокращение количества отработанных лет, ну как, классовой борьбой, когда люди боролись за то, чтобы сократить продолжительность рабочего времени, прежде всего в часах, когда они боролись за увеличение отпусков, это значит, в рамках года, вот на волне этой борьбы удавалось, удавалось, между прочим, и добиться того, что возраст выхода на пенсию тоже был достаточно низким, потому что создавался общий фон, когда здоровье трудящихся, продолжительность их жизни был предметом общественной заботы, не потому что капиталисты очень заботились, потому что их профсоюзы, рабочие, своей активной борьбой заставляли об этом думать. Ну раз заставляли, значит, какие-то встречные движения осуществлялись. То же самое и у нас. Значит, в последние годы мы видим, что картина меняется, и продолжительность трудового стажа в годах начинает повышаться, в том числе и законодательным образом в развитых европейских странах. О чем это говорит? Это говорит о том, что борьба за сокращение продолжительности рабочего времени, начиная с сокращения рабочего дня, в западноевропейских странах некоторым образом ослабла. Это не значит, что там вообще борьбы такой нет. Это не значит, что там нет успехов в сокращении рабочего дня, в сокращении рабочей недели, вам скажут, что на отдельных предприятиях и по 28 софт, на фольксваге и так далее. Да, они там, на отдельных предприятиях есть, а в целом вот такого нет. Раз. В целом, такая, потом дальше скажут, вот, значит, продолжительность работного времени в рамках года сокращается, в Германии достигло 1380 часов в год, а начинали с 50-х годов, с 2200 часов, здесь я вот так впал, но вам скажут, с другой стороны, что в той же Германии идет поляризация, с одной стороны. Значит, есть люди, которые ждут хоть чего-то, так сказать, поработать, не для того, чтобы уж поработать, а для того, чтобы заработать, да, частично занятые, делят рабочие места, чтобы хоть как-то обеспечить эту занятость. А есть люди, которые работают сверхнормальным продолжительством. И вот эта поляризация идет и в Германии, и во Франции, и везде это идет. То есть не все так здорово в борьбе за сокращение рабочего дня, рабочей недели, рабочего месяца, и это отражается в конечном счете на том, какова планка выхода возраста на пенсию. То есть выясняется, что решающий фактор нормальной продолжительности трудового стажа, нормального возраста выхода на пенсию является борьба поседневная за сокращение рабочего дня и так далее. А вот обратно, что делают рабочники? Да, вот правительство озвучивает планы увеличить пенсионный возраст. Что происходит? Протестуют. Они протестуют, ну и что? Ну это означает, что все равно принимаются. Во всех странах протестовали, во всех странах продавили эти реформы. Почему? Потому что здесь трудящиеся оказались в положении обороняющихся. Если они сдали один рубеж, не борются за рабочий день, не пытаются узаконить и так далее, добиться этого, то тогда и последний рубеж они тоже сдают. И, наверное, в этом беда не только самих профсоюзов и рабочих. Наверное, на этом лежит тень того, что нет по-настоящему сформированных рабочих партий, которые четко видят курс борьбы за свободное развитие каждого, и которые предполагают сокращение рабочего дня, сокращение рабочего времени в рамках трудовой жизни. И вот отсутствие этих партий и дало возможность перейти в буржуазии в контрнаступление. Ну что касается России, то мы с вами уже говорили о том, что мы проигрываем во всех отношениях. Если все-таки в европейских странах наблюдается такая картина, что тренд к некоторому сокращению рабочего времени в рамках года продолжается, так что за трудовую жизнь последующее поколение набирает меньше часов, чем предшествующие, и в этом смысле повышение пенсионного возраста не так болезненно сказывается. Хотя на ком-то оно очень болезненно сказывается, потому что всеобщего сокращения рабочего дня нет нигде в европейских странах. Поэтому определенные категории трудящихся оказываются ущемленными при таких реформах. Вот и поэтому протест идет. У нас же картина усугубляется тем, что у нас у большинства трудящихся идет увеличение продолжительности рабочего времени в рамках дня, в рамках недели, года и так далее. И положение настолько сложилось тревожное, что, вот я недавно смотрел, в российской газете сообщили, провели опросы, где российских работников промышленности, рабочих. Выяснилось, что 70% рабочих готовы работать ежедневно на 3 часа больше, чтобы подработать. То есть это уже просто говорит о том, что деморализация произошла в определенной степени. То есть разгром определенный. Потому что то, за что боролись предшествующие поколения рабочих, за нормальную продолжительность рабочего дня отдавали жизни, под красными знаменами ходили и так далее. Сегодня это забыто, это неактуально и пытаются большинство рабочих, судя по этому вопросу, спастись в одиночку. То есть вот такая ситуация. Понятно, что здесь порочный круг. Низкая заработная плата побуждает людей идти на дополнительную работу. Дополнительная работа приводит к низкой заработной плате. Об этом Ленин писал еще в 1897 году. Продолжительный, так сказать, долгий рабочий день плохо оплачивается. Совершенно верно. Так и есть. Тот, кто работает больше, будет получать меньше. Вот такая закономерность. Это не очень-то доходит до трудящихся. В общем, оказались в таком положении. И вот на фоне этого всеобщего вступления правительство вполне резонно провело акцию по увеличению количества лет стажа. Потому что, еще раз говорю, если все отдано и рабочий день рабочие готовы отдать, то в конечном счете, я думаю, что и правительство правильно считало, что можно повысить пенсионные выпуски. Значит, поэтому поражение, которое поселило в рабочий класс, оно, к сожалению, предпосылки для этого поражения складывались не сегодня, по вопросу о пенсионной реформе. Они складывались на протяжении всего того времени, когда борьба за сокращение рабочего дня ушла из поля зрения сначала партии рабочего класса, потом профсоюзов, потом в целом у всех рабочих. Это долгий период времени, который привел таким печальным результатом, что даже и проблеска мысли, так сказать, в большинстве нет, что надо бороться за сокращение рабочего дня, а спочение в том, чтобы еще больше работать. То есть, погружение в пучи беспросветного труда, каторги каплистического труда. Значит, раз мы поняли причину того, что вот такое положение с пенсионным возрастом, ну и, соответственно, с продолжительностью жизни, мы это тоже понимаем, значит, при такой трудовой нагрузке наша продолжительность жизни будет только сокращаться, то выход из этого положения, значит, обеспечение, увеличение продолжительности жизни может быть связано только с главным звеном. Главное звено – это активизация борьбы за сокращение рабочего дня при сохранении, разумеется, оплаты. Мы все время об этом говорим, и вот сегодня это становится особенно актуальным. Рабочих отбросили очень далеко, да? Значит, пенсионные вложенства увеличили, вот так же, как в Европе. Как в этих условиях можно обеспечить сохранение и увеличение продолжительности жизни? Только одним способом. Борясь за сокращение рабочего дня и, может быть, даже не в порядке законодательного сокращения. Вот при криптовализме это очень плохо проходит. Очень плохо проходит. Ни в одной стране не прошло западной европейской. А борясь, так сказать, на всех постах, где это только можно, да, чтобы сократить рабочий день на предприятии, увеличить продолжительность отпуска, обеспечить оплату дополнительную или компенсацию за выход работников зрелого возраста на пенсию. Потому что то, что сейчас люди работают и на пенсии, они просто цепляются за заработок. Так вот, если будет компенсация, измеряемая 20-ти кратным, там, 30-ти кратным окладом, вот как, например, у авиодиспетчеров, выход на пенсию работающего пенсионера 2 миллиона 400 тысяч рублей. Ну, наверное, вот в таких условиях человек, наконец, может развязаться с такой работой, которая уже просто в ущерб здоровью ведет его к гибели и все-таки перейти в положение пенсионера, когда уже свой стаж вырастил, да, не побуждать себя к удлинению трудовой нагрузки, что называется, добровольным образом. Значит, поэтому для того, чтобы спасти наш рабочий класс от буквального смысла вымирания, который грозит ему при увеличении трудовой нагрузки и при готовности так умирать, нам остается только одно сознательным сторонником рабочего класса, самим сознательным рабочим, которые объединились в партию, потому что без партии, как показывает весь исторический опыт, больших успехов в сокращении рабочего времени, и тем более в законодательном оформлении сокращенного рабочего времени не добиться. Но чтобы добиться, нужна такая партия. Вот нужна борьба за сокращение рабочего дня, которая позволит в условиях повышения пенсионного возраста все-таки набирать меньшую трудовую нагрузку к завершению своей трудовой карьеры и тем самым создавать предпосылку для нормальной здоровой жизни после выхода на пенсию. Ну а я думаю, когда развернется борьба за сокращение рабочего дня, я думаю, что по европейскому опыту 20 века удастся сместить и планку среднего возраста выхода на пенсию. Будет ли это в виде досрочного выхода на пенсию с большой компенсацией, будет ли это в виде отката вот этого пенсионного возраста под нажимы трудящихся, чтобы совсем потерять, так сказать, глаза. Такое тоже бывает. Вы знаете, что в Польше сначала подняли очень здорово пенсионный возраст после победы капитализма полный, а потом его определенным образом понизили для того, чтобы на выборах что-то получить. Вот, короче говоря, так или иначе, можно тогда будет решить вопрос о верхней границе возраста, после которого можно прекращать работу. Поэтому все в руках рабочих, но это означает не то, что они должны смиренно тащить горб непомерного труда и груза этого труда, а все в руках, я уточню, борющихся рабочих, борющихся в рядах своей партии, организующих при помощи партии борьбу профсоюзов, а следовательно сначала десятков тысяч, сотен тысяч, а потом миллионов работников. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ